Девушки отдыхают Счастлив сам, счастье поделись с другим Богатырская наша сила, сила духа и сила воли Спи ночь в июле только шесть часов Летний вечер будет сниться нам Хиты группы «Цветы» вместе с солистом Александром Лосевым пела вся страна, а песню «Мы желаем счастья вам до сих пор» многие знают наизусть Он был очень известен, много гастролировал, у певца было множество поклонниц, но он всегда оставался достаточно скромным и закрытым человеком Казалось, Александр Лосев был везунчиком по жизни но на самом деле его жизнь была вовсе не простой В 54 года сердце певца остановилось С того времени прошло уже 20 лет, а супруга исполнителя Галина до сих пор винит себя в его уходе Сегодня в нашем выпуске мы расскажем, что случилось с одним из самых ярких музыкантов 70-х годов и почему его сердце остановилось так рано Страна узнала о молодом даровании в 1973 году, когда в продажу поступил дебютный миньон группы «Цветы» Студент Александр Лосев мастерски играл на гитаре и поражал своими вокальными данными Но все это происходило лишь в кругу друзей Кто же знал, что на одной из вечеринок в 1969 году он познакомится со Стасом Наминым, который к тому времени создал целый ансамбль из таких же единомышленников Парни познакомились с культурой хиппи, а также были вдохновлены звучанием группы «Битлз» и голосом Мика Джаггера Александру Лосеву было предложено взять в руки бас и влиться в состав набирающего обороты ансамбля Можно сказать, именно Намен подарил Александру билет в другой мир, где можно было петь о том, о чем хочешь Новое поколение слушателей радовалось каждой их песне, а в исполнении Лосева они сразу становились хитами «Песни мы желаем счастья вам, рано прощаться, богатырская сила, мы вам честно сказать хотим, старый рояль и конечно звездочка моя ясная» пробуждали в поклонниках теплые эмоции Первая же пластинка цветов вывела Александра Лосева в звезды первой величины Как и Стас Намин, Александр Лосев родился в уважаемой семье, принадлежащей к партийной номенклатуре Сын секретаря Московского горкома КПСС и будущий музыкант появился на свет 27 мая 1949 года В юности Александр Лосев увлекся рок-музыкой, а в студенчестве был занят в самодеятельности Что характерно, уроков вокала не брал, его талант проявился и развился естественным путем Теперь филармонии и концертные площадки мечтали об их выступлении ведь все билеты точно будут распроданы, как и миллионные тиражи их пластинок Но вскоре у коллектива случился конфликт с Московской филармонией Ансамбль был вынужден подстраиваться под жесткие цензурные и административные стандарты ВИА, временами получая нагоняя за чрезмерную приверженность западным музыкальным веяниям В итоге Лосев встал на сторону руководства учреждения, а трое музыкантов цветов, включая Стаса Намина, были уволены Руководителем группы с обновленным составом назначили Александра Лосева Однако еще через несколько лет, в 1976 году, группе запретили выступать Советские чиновники решили, что коллектив пропагандирует культуру хиппи После этого ребята тем временем стали выступать в других местах Александр Лосев стал солистом ВИА «Красные маки» при филармонии в Туле Его смущала зацикленность власти на пропаганде западной субкультуры, ведь он просто хотел петь о своих чувствах Однако за падением произошло переосмысление, поэтому в 80-х старые друзья решили отпустить прошлые обиды С новыми силами Стас Намен и Лосев колесили по всему СССР с альбомом «Гимн Солнцу» Зарубежные журналисты по достоинству оценили данные музыкантов, чего нельзя было сказать о советских чиновниках Только с приходом Горбачева к власти, группа, смогла снова петь для народа, но Стас Намен устал от давления госорганов Вплоть до начала 90-х годов Лосев гастролировал со старым коллективом группы «Цветы» Может, он смог бы не утратить свой волевой стержень, если не события в его семье Но Лосев работал не только со Стасом Наменом В 1983 году Александр Градский пригласил солиста принять участие в записи рок-оперы «Стадион» Когда встал вопрос, кого звать, оказалось, что певцов та и нет С настоящим чистым голосом, да еще и поющих вживую По словам Александра Градского, Лосев был скромным человеком, что мешало ему получать то, что он заслуживает Многие выходцы из «Цветов» заявили о себе сольными проектами и вообще не затерялись в шоу-бизнесе Александр Лосев после распада «Цветов» в начале 90-х оказался на обочине и подумывал вовсе бросить музыку Впрочем, всенародная слава позволяла музыканту гастролировать, собирать залы и даже выступать на крупных мероприятиях Название «Цветы» по инициативе Стаса Намина осталось за коллективом Александра Лосева, которому требовалась поддержка Даже после того, как официальные «Цветы» реформировались в 99-м году Посетители концертов Александра Лосева в 90-х годах могли не знать, что творится в душе музыканта Между тем, он пережил несколько страшных потрясений и пытался найти выход в творчестве Строки из «Шлягера» «Звездочка моя ясная» «Как ты от меня далека» получили новое, трагическое наполнение Несмотря на свою популярность, Александр чувствовал себя одиноким Лишь в 1974 году он встретил будущую жену Галину, которая покорила его сердце и стала самым близким другом Спустя три года семейной жизни у них появился долгожданный сын Николай Однако супружеские отношения постепенно сошли на нет Мы не ссорились Для Саши я всегда была другом Отношения постельные перешли в более серьезные, дружеские Мы с Сашей расстались давно, каждый жил своей жизнью Но все праздники старались справлять вместе, делая вид, что все хорошо, чтобы Коля не нервничал, пояснила Галина Увы, это был не последний тяжелый момент в судьбе музыканта В начале 90-х у Лосева один за одним умерли родители, к которым он был очень привязан Они всегда проявляли интерес сына к творчеству и поддерживали его во всех начинаниях Возможно, музыкант смог бы вынести многое, однако жизнь подготовила страшный удар А в 1995 году ушел из жизни его наследник и единственный сын Николай В 18 лет сердце парня внезапно остановилось В тот страшный день жизнь музыканта разделилась на «да» и «после», а музыка стала звучать совсем по-другому С тех пор он посвящал свою культовую песню «Звездочка, моя ясная память и сына» Супруги не сплотились в эту нелегкую минуту, а наоборот, приняли решение о разводе Галина до сих пор считает себя виноватой в том, что разрушилась семья Я роковая женщина Ни Сашке не принесла счастья, ни сама себе я его не принесла даже, высказалась Галина Она ненавидела себя за то, что Александр остался один и даже боялся возвращаться домой Певец топил свое горе в алкоголе, а также долгих поездках по ночной Москве На фоне стресса и переживаний у него обнаружили рак легких, с которым он пытался бороться не один год Всеми любимый солист уже давно потерял смысл жизни А в 54 года он трагически скончался 1 февраля 2004 года у него оторвался тромб после выпитой рюмки водки на дне рождения своей подруги Но голос Александра Лосева по-прежнему звучит, пусть и на старых записях и концертных съемках